Добрый день, дорогие друзья! В этот зал вас собрали не зря. День защитников Отечества Отмечает всё человечество! Я приглашаю на сцену командира воинской части, гвардии капитана, гавалера Ордена Мужества Кузьмина Николая Александровича. Здравствуйте, дорогие гости! Долженственный заместитель командира бригады ракетной по работе с личным составом. Я вас всех очень рад видеть в нашем клубе, в нашем воинской части. Часть, которая является одним из боевых прославленных соединений, имеющие на своём знамени семь боевых наград, получивших в годы Великой Отечественной войны. На территории Шуи эта часть уже стала моментом фундаментализма, стойкости, мужества, потому что на базе этой воинской части всегда находились вооружённые силы уже с далёкого ещё XVIII века. Ну, из истории в современности, разрешите, привести мальвенологию, что те традиции, которые были заложены нашими отцами, предками, в этой части поддерживаются. Встречаем, у нас такое уже мероприятие стало традицией, да, поздравлять вас, наших военнослужащих, с праздником, с 23 февраля. Но наша бригада находится всегда на остриятах. Уже в этом году бригада выполнила командные штабные учения с оценкой «Отлично». Выходили, наши машины выходили в специальные районы, мы играли в учения. Сейчас у нас совершили марш, наша техника совершила марш до Москвы и вернулась обратно. Это тоже один из элементов боевой подготовки. Вчера буквально наша техника и наш личный состав убыли в город-герой Москва для поведения парада победы. Вчера мы повезли на эшелоны, и сегодня они уже находятся в пути. Поэтому задач для нашей бригады становится много. Мы успешно их выполняем, в принципе, основываясь на наших славных традициях, на ваших подвигах, на вашем живом опыте. И вот поэтому решите поздравить вас всех с 23 февраля, с Днём защитников Отечества, ведь этот день собрал славные традиции, всех вложенных сил и вообще всех поколений. Ну и разрешите открыть сегодняшнее мероприятие под флаг Казиской Федерации и боевое знамя части. Попрошу всех встать. Марш! Марш! Попрошу вас! Попрошу вас! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна! Молчатая моря, великое слава, Твоё настояние на земле веково! Славься, Отечество наше свободное! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 23 февраля мы отдаем день благодарности и уважения тем, кто защищал нашу родную землю. Сегодня, в канун этого замечательного праздника, здесь, в этом зале, присутствуют более 30 участников Великой Отечественной войны. Давайте подарим им аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ В этом зале присутствуют дети войны, блокадники Ленинграда, 6 человек, несовершеннолетние узники концлагерей, 8 человек, дети, которые были в оккупации, дети, которые находились в тылу, труженики тыла и все те жены, матери, которые своим ожиданием спасали бойцов на передовой, люди, которым небезразличны вопросы сегодняшней внешней политики. Одним словом, в зале те, кому дороги такие слова. Родина, Родина, Отечество, Армия! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слава армии нашей! На знаменах побед! Нет воинства краше, И сильней его нет! Об армии любимой Мы нынче говорим, И ей, непобедимой, Спасибо говорим! И открывает наше торжественное мероприятие Глава, Извините, Начальник управления Орг. Работы администрации городского округа Шуя Василий Андрей Анатольевич И я приглашаю председателя комитета по социальной политике городского округа Шуя Кузьмина Илью Викторовича. АПЛОДИСМЕНТЫ Недавно, позавчера буквально, мы прочитали новость, что во Франции умер последний ветеран в эскадриле Норманди-Немы. Сегодня мы видим 30 героев, 30 ветеранов. Поверьте нам, нашему поколению и всем последующим поколениям, мы гордимся вами, гордимся вашим подвигом и разрешите вас через 23 февраля поздравить с этим праздником, что вы до его дожили. Спасибо вам за ваш подвиг и хочется сказать, что сейчас, когда все пытаются переписать историю, когда все пытаются очернить ваш подвиг, что мы его не забыли, мы его помним, мы его знаем и передадим своим детям. Я также хочу выразить слова благодарности фонду «Забота». Поверьте мне, сейчас фондов создается очень много. Мы знаем, что есть фонды, которые торгуют наградами, мы знаем, которые есть фонды, чтобы получить какие-то субсидии. Вы на деле показываете работу и заботу о тех людях, которые действительно заслуживают уважения. Большое спасибо от всего депутатского корпуса, от администрации города Шуя за вашу заботу, за ваш труд. С праздником вас и всего-всего вам наилучшего, здоровья и еще раз здоровья. Спасибо. Уважаемые присутствующие, разрешите тоже поздравить с наступающим праздником. В первую очередь, конечно же, наших уважаемых ветеранов. К сожалению, вот я смотрю, не все смогли здесь быть, но вы сами понимаете, возраст болезни. Огромное им спасибо за то, что мы сейчас можем спокойно жить в своей стране. Здоровья вам, уважаемые наши ветераны, благополучия и долгих-долгих лет жизни. Конечно же, поздравляю также с наступающим праздником 23 февраля наших славных военнослужащих, нашей славной военной части, ракетчиков, которые защищают нас и помогают в очень многих делах в городе. И в связи с этим хотелось бы также вручить благодарности от лица администрации, от лица нашей городской думы Лопатину Николаю Игоревичу за активную жизненную позицию социально значимой общественной деятельности и большей жизни в городе и области и в городской думе. Спасибо. Дом ЦИО Николаю Александровичу, председатель областного совета ветеранов за активную жизненную позицию и важную значимую деятельность, за то, что он постоянно поддерживает работу по гражданскому патриотическому воспитанию нашего и подрастающего поколения и населения нашего. АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Вручаем благодарность Ахлюстину Александру Владимировичу, человеку, он в нашей области очень известный. Чуть-чуть позже вручим. Хохловой Анне Николаевне выражается благодарность. Это наш педагог-психолог из МДОУ, Центра развития ребенка и детский сад номер 6. Также за активную гражданскую позицию для воспитания и обращающего поколения. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и у нас есть человек, который без которого, наверное, не состоялись бы очень многие наши городские мероприятия, который принимает самое непосредственное участие в жизни города, в общественной деятельности, гражданскому патриотическому воспитанию. Это, конечно же, гвардии полковник, командир войсковой части 03333 Авражко Владимир Иванович. Большое ему спасибо за его работа и за его деятельность. Сегодня здесь, в зале, находятся два удивительных человека. И хочется именно их в первую очередь поздравить с этим праздником. Я с большим удовольствием поздравляю сегодня с днем рождения председателя Совета ветеранов Лухского района Тизневу Альбину Николаевну. Вручите, пожалуйста, две цветы. Погружение, Владимир, день рождения. Какое замечательное здание. Хочется вручить букет цветов человеку, которому 98 лет. Бурнаков Борис Георгиевич участвует в великой армии в великой армии. Но это шутно. Сейчас прозвучит замечательная песня. Я приглашаю на сцену Геннадия Милензина. Геннадия Милензина Милензина. Геннадия Милензина. ПЕСНЯ 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 И самое искреннее поздравление с наступающим праздником, Днём защитника Отечества. Мы все знаем, что буквально недавно наша армия переживала не лучшие времена. И очень приятно, что сегодня мы видим, что государство действительно повернулось к армии лицом. И то, что даже на примере нашей Шуи мы видим, какое вооружение находится у нас в нашей прославленной 112-й ракетной бригаде, говорит о многом. Простой пример. Осенью прошлого года в средствах массовой информации, в том числе и на Западе, прошла такая информация, что наши искандеры приняли участие в учениях в Калининградской области. И, мягко говоря, во всех странах Запада поднялась паника. Это тоже говорит о многом. И очень приятно, что действительно мы видим сегодня нормальные такие боеспособные вооруженные силы, которые готовы в любой момент дать отпор любому агрессору, который захочет посягнуть на нашу независимость и неприкосновенность. И, наверное, такая картиночка, заставочка, когда она встречается и в средствах массовой информации, наверное, русский медведь, сидящий на берегу залива, где сплыла подводная лодка и сжимает этот медведь. И автомат Калашникова тоже говорит, что наше государство, действительно, оно воеспособное, готовое защитить нас в любой момент, лишь бы настолько не трогали и, действительно, не будили медведя, который изображен на этой картинке. Сегодня в преддверии праздника большие слова благодарности, конечно, от Влада Светерана, которые прошли, здесь 30 человек прошли страшнейшую, самую кровопролитную войну в мировой истории. Которые тяжелейшие военные и послевоенные годы восстанавливали, поддерживали народное хозяйство. Илья Викторович сказал, что действительно есть такие псевдоисторики, которые пытаются переписать историю заново, очернить, унизиться подвиг советского народа. Но это у нас в стране невозможно и невозможно, наверное, во все последующие поколения. Мы историю своей семьи, своих родных знаем. А ни одна семья у нас не имеет того, чтобы ни судьба ее не была ополена той войной, теми страшными послевоенными годами. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Дорогие ветераны, берегите себя, ваш жизненный путь, ваша жизненная позиция по отношению ко всем событиям, которые происходили и происходят у нас в государстве, является для нас образцом подражания, и особенно это касается подрастающего поколения. И очень приятно, что сегодня в зале подрастающие молодые, будущие, надеюсь, офицеры, генералы, маршалы, министр обороны, наверное, сидящие на втором ряду, наверное, чтобы это получилось, тоже присутствуют в зале. С праздником! Всего доброго! Дорогие друзья, разрешите вручить благодарственные письма от администрации Шуйского муниципального района Смирновой Любовью Тихоновой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ханарикову Али Абдулхар Гировичу. Али Абдулхар Гировичу. Солочите. Есть? Нет, нет. Председателю диаспоры Азия Анатолию Акмаловичу, заместителю начальника ДОСАВ города Иваново Владимиру Ильичу, будьте добры тогда. Спасибо большое. Давайте подарим аплодисменты. А мы продолжаем нашу торжественную часть. Проходит столетие, мелькают года, родную страну защищали всегда. Из самых далеких времен было так. Забудь обо всем, коль приблизился враг. Про подвиги павших, победы жилых услышите вы от людей пожилых. Про то, как сражались в Афгане, в Чечне, как выжили в этой безумной войне. Как были достойные звания бойца. Нам, дедушки, будут твердить до конца. Защитники нашей прекрасной страны вам дороги нам и безумно нужны. И в этот прекрасный и радостный день нам тысячу раз пожелать вам не лень. Пусть будет достаток на вашем столе. Пусть мир укрепится на нашей земле. Праздничные поздравления вам, ветераны. И в честь вас я приглашаю сюда на сцену Алексея Стратилатова. Активного участника всех мероприятий, посвященных ветеранам. Встречайте, Алексей Стратилатов. На старом ночи выспаться всем нужно. Родина дала приказ вперед. Сотрудник КПСБ сейчас на службе пожарный батюшинку несет. И в ПЧС зеркают мониторы. Готов взлететь дежурный экипаж. Весчислены российские просторы. И пограничник, и надежный страж. И имен героев мы порой не знаем. И звания различные внуки. Они покой России охраняют. И женщин висит и висит и висит. И имен героев мы порой не знаем. И звания различные внуки. Они покой России охраняют. И женщин висит и висит своих. Мужчины лишь грустят, они не плачут. И рух не оскарнут никогда. Ведь благороднее найти задачи, Чем охранять Россию и города. Пусть нам едим застыли часовые. Для полной команды нет отбор. Там здравствует великая Россия. И все, кто предан на стране одной. И имен героев мы порой не знаем. И звания различные внуки. Они покой России охраняют. И женщин висит и висит и висит. И имен героев мы порой не знаем. И звания различные внуки. Они покой России охраняют. И женщин висит и висит и висит. Пусть нам едим. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Я приглашаю на сцену председателя Совета ветеранов Ивановской области Дунцева Николая Александровича. Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, ветераны Трудового фронта, под именем областного совета ветеранов войны труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, поздравляем вас с этим праздником. И прежде всего, сегодня здесь присутствуют наши ветераны, те, которые и участвовали в первую очередь в Великой Отечественной войне и Трудового фронта, когда наши маршалы говорили, что если нет Трудовой фронта, то трудно было бы победить. Поэтому здесь мы поздравляем всех этих с праздником. И прежде всего, областной совет ветеранов благодарит за ту работу, которую проводят наши ветеранские организации. Здесь сегодня в зале присутствуют наши районные руководители ветеранских организаций, и актив ветеранских и городов, и районов наших, и, естественно, области. Поэтому мы очень благодарны за эту работу, ту, которую проводят ветеранские организации. Потому что закончился год, ветеранские организации присылают отчеты, и очень приятно читать и смотреть, какую работу они проводят. Различные кружки, различные встречи, встречи с ветеранами, не только ветеранами наших городов и районов, и с другими областями проводятся эти встречи. Такую активную работу занимают наши ветеранские организации. Мы очень им благодарны. И поэтому поздравляем с этим праздником, желаем прежде всего здоровья, благополучия. Просьба, как областного совета ветеранов, усилий возможностей. Просим вас все-таки принимать участие в школы, в институты приглашают, для того, чтобы поделиться опытом нашей жизненной позиции, о том, как работали в те трудные годы. Поэтому сегодня поздравляем с этим праздником, Днем Защитника Отечества. И очень приятно видеть еще наши молодежь, которые здесь сидят. Это наши защитники, которые сегодня защищают нас. Благополучия вам, ребята. Удачи во всех ваших начинаниях, во всей вашей службе. Всего вам доброго. Николай Александрович сказал очень много теплых слов в адрес ветеранских организаций. И сегодня по решению Ивановского благотворительного областного фонда забота мы решили вручить благодарности всем подседателям Советов ветеранов Ивановской области. И Николай Александрович, я попрошу вас вручить их. Итак, я приглашаю на сцену Привовский район. Хапаева Алифтина Сергеевна. Город Иваново. Быстров Николай Иванович. Приветствуем Николая Ивановича Быстрова. Город Кухма. Коняхина Надежда Васильевна. Быстрова нет, поэтому мне пришлось принять за него вот эту грамоту. Что я должен сказать, дорогие ветераны, уважаемые гости, товарищи военнослужащие воинской части, разрешите от имени Ивановского городского совета ветеранов, который вчера отметил свое 30-летие со дня образования, поздравить всех с 99-й годовщиной вооруженных сил. В следующем году мы будем отмечать 100-летие Красной Армии, Советской Армии, Российской Армии. Это большой праздник, к которому мы должны готовиться. И я хочу еще вам что сказать. Не нужно строить элизии о том, что 21-й век будет менее опасен, чем век 20-й. 90% ядерного потенциала это у России и у Америки. А всего у нас 9 стран владеют ядерным оружием. И Россия не остается беззащитной. До 2020 года мы потратим 20 триллионов рублей на перевооружение армии. И то, что сейчас санкции, которые были видели против нас, они сыграли, надо сказать прямо, положительную роль. Потому что мы предвидели сначала, что будет совершенно другой президент в Америке. И устроили перестройку армии, о чем они сейчас очень и очень жалеют. Что мы этой перестройкой добились некоторого превосходства над армией США. Но новый президент Америки тоже не остался в долгу. И он заявил, что устраивает великую перестройку армии и будет добиваться мира посредством силы. Вот это его заявление. Но Путин не остался в долгу. И сказал, что наша Российская Федерация сильнее любого агрессора. И мы должны поддержать эти слова президента. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я приглашаю из Канцовенского района Игнатову Наталью Владимировну. АПЛОДИСМЕНТЫ Город Шуя. Катеруша Тамара Ивановна. АПЛОДИСМЕНТЫ Яблова Зинаида Дмитриевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Город Кинесима. Заколова Агнина Валерьевна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие все присутствующие, позвольте мне воспользоваться случаем. От имени Фурмановской ветеранской организации мы хотим выразить благодарность президенту «Забота» Лопатину Николаю Игоревичу. Николай Игоревич, за счастье родительское заявление истинной и искренней заботы и любви к ветеранам Велигии Отечественной войны. И поздравляем вас еще и как раз с праздником 23 февраля, Днем Защитника Отечества. Я хочу, чтобы вы сюда начали. АПЛОДИСМЕНТЫ Бочегова Александра Яковлевна. Город Сейково. АПЛОДИСМЕНТЫ Ивановский район. Кровская Ольга Ивановна. АПЛОДИСМЕНТЫ Заводский район. Леди Питера. Леди Питера. Леди Питера. Леди Питера Николаевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Такие у нас активные, замечательные женщины в Турмановской области. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Леди Питера. 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 Леди Питера АПЛОДИСМЕНТЫ Ильинский район. Грузова Татьяна Александровна. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья! Дорогие уважаемые, глубоко уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, все те, кто пережил ужас той страшной войны и, самое главное, наши доблестные защитники, наши доблестные воины. День назад у нас прошел юбилейный 35-й лыжный пробег на родину Героя Советского Союза, генерала армии Горбатова Александра Васильевича. Самый старший участник пробега 69 лет, а самый младший участник 9 лет, ученик 2-го класса. 77 спортсменов. И очень мы рады, что с нами всегда работает военная часть города Шуи. Были военные из Иваново, был Комсомольский район, был Плёс. В этом году было много участников, которые приезжали по одному, по два человека от нескольких районов. Это великое событие в жизни не только нашего района, но и всей области. И позвольте мне выразить всем вам глубочайшую благодарность за все то, что вы сделали для нашей Родины, для нашей русской земли, для нашего Отечества, от всего народа, от старого и малого, и от всех, и от имени районного Совета ветеранов Палевского района. Мы желаем вам всем, дорогие товарищи, в эти праздничные дни еще раз поздравить всех, не забыть никого, кто сегодня не смогли быть вместе с нами, потому что у нас два участника войны осталось, настоящих, которые вливали все годы. Они не могут уже в состоянии здоровья входить из дома. Но мы о них всегда помним, навещаем. И мне бы очень хотелось сегодня сказать, что самые юные вот здесь сидят. Это наша гордость, это наша действительно надежда на будущее, что, я скажу такими словами, непобедимая и легендарная, в боях познавшая радость побед. Моя родная, любимая армия, весь народ тебе шлет наш привет. И очень хочется сегодня выразить от нас и вручить благодарственные письма людям, которые действительно заботятся ветеранами. Я с большим удовольствием вручаю письмо, если он здесь есть, уважаемый Владимир Иванович Авражко, потому что воинская часть все время работает с нами. Если... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И, конечно, люди, которые... Я видела такую заботу большую, и в этом году нас пригласили сюда, в этот замечательный зал, в котором мы выступали. Нет, в старом клубе вашей, в Горинской части, когда-то всегда выступали на всех наших смотрах медицинские работники, как всегда, близко вас всегда поддерживали. А мы их представители. И, Николай Игоревич, с большой благодарностью к вам вручаем наше благодарственное письмо за вашу заботу, за ваше внимание. Мы всем желаем, чтобы у вас было крепкое здоровье, чтобы ваша забота не истекала, и чтобы вот именно весь долг служения Отечеству народу... Вот вы нам показывали как пример вот такого человека-любия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я вас, дорогие ветераны. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Войной вновь обмен, Насколько внесла война их жизни Всех милых сыновей, Насколько вновь осталось Устарших штат мужей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Руководитель Петра Вахтангова. Десять лет он в меня душу все вкладывал. Говорит, коллеги, давай, чтобы было все в таком же уровне, как ты продолжаешь. И я постарался, не стараюсь, продолжать линию. И Василий Семенович, это наш первый офицер в России, вонобой Василий Семенович, он сыграл, знаете, фильм «Офицеры». Этот фильм «Офицеры» — наши души про них. И мы воспитываемся на том фильме. Он тоже сказал, Николай, Микола, передай всем тоже праздничный поклон и с праздником. Я вам передаю лично от Василия Семеновича. Я передаю лично от Туминас Римас Владимирович. Это художник руководитель Театра Вахтангова. Он тоже наш попечитель. Вы представляете преемственность с Гульяном, Туминасом, и вот то, что Лановой и Князев — это наши кузницы кадров, которые готовят кадры для Театра Вахтангова, для всех театров. И хотелось тоже от них вам в поздравлении приспать, я уж на такой ночь начал. И здоровья, и минуточку. Приказом Ивановского областного благотворительного фонда «Забота» решением правления награждается медалью за сохранение исторической памяти Яслива Юрий Викторович. Поскольку Юрий Викторович является сыном полка, то было бы, наверное, уместно пригласить сюда на сцену наше молодое поколение. Ребята, пожалуйста, поднимитесь. Звон воспитанника. Поприветствуйте. Все находящиеся в зале, какая нить преемственности связывает старшее поколение и младшее поколение? Вот сын полка в годы Великой Отечественной войны. А это, ну можно так сказать, сыны воинской части, где мы находимся. И мы решили в канон праздника Дня защитника Отечества подарить ребятам замечательную книгу Валентина Катаева «Сын полка». Валентина Катаевна Каталя «Сын полка» Давайте еще раз подарим грузные аплодисменты. И для вас вы подарили клинике «Сын полка» вместе с Николаем Игоревичем, а ребята исполнят для вас песню, я думаю, замечательную песню. Это... это Катюша. Гимн. Гимн, ракетный квойт, Катюша. Ну что ж, ребята, подходите сюда поближе. Гимн. 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 Молодцы, ребята, спасибо. Вот так весело, задорно, энергично, я думаю, они пойдут по жизни. И нам ли их беспокоиться о том, будет ли в опасности наше Отечество, какие орлы у нас растут. Давайте подарим еще раз им аплодисменты. Николай Игоревич, я думаю, мы продолжим с вами награждение, потому что в канун замечательного Дня Защитника Отечества уже стала традицией принимать серьезное решение на правлении нашего фонда. Ну, опять вот эти медали, которые сейчас буду вручать, когда был бывший житель Михаил Александрович Ульянов, он меня парел, говорит, Николай Игоревич, ты вот общественная организация, пойдем, будешь выдавать общественные награды. И он подписался как попечитель, как тот образователь, который дал разрешение нам. Там ведь надо много званий иметь, а у Михаила Александровича Ульяновича было очень много званий. И вот сейчас тот момент, так что не только от меня, а от Ульяновича Михаила Александровича. Итак, пожалуйста, с вами заведушка. Приказ номер 6 Ивановского областного фонда забота. Решением правления награждается общественной медалью за сохранение исторической памяти участник Великой Отечественной войны, город Кинишман, Иванов Николай Александрович. Общественной медалью за сохранение исторической памяти награждается участие Великой Отечественной войны, город Копман, Жанна Анастасия Градимовна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. За активную гражданскую позицию и патриотизм награждается Награждается жительница блокадного Ленинграда, город Пычка, Мясникова Лилия Владимировна. Общественный медаль за активную гражданскую позицию и патриотизм награждается Ветеран подразделения основного риска города Иваново Кривоносов Валерий Николаевич. Аплодисменты, пожалуйста, привет! Общественный медаль за активную гражданскую позицию и патриотизм награждается Председатель Совета Ленинградского района Грунгова Татьяна Александровна. Ивановский благотворительный областной фонд «Забота» выражает благодарность людям, которые нас сегодня здесь принимают. Пожалуйста, передайте благодарность родщину Сергею Юрьевичу. АПЛОДИСМЕНТЫ Многие, безусловно, выражают благодарность главе Шульского муниципального района Папа Ленинградского района Грунгова Татьяна Александровича. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие ветераны, участники войны, груженики тыла, я от имени блокадников говорю вам большое спасибо и низкий вам поклон за то, что вы сделали. А что вы сделали? Дали возможность нам жить, учиться, работать, иметь семьи. Мне хочется пожелать вам громадного, большого здоровья, не унывать, не поддаваться болезням, шагать бодро по жизни, почаще встречаться с молодежью. Мне повезло в 30-летнюю годовщину снятия блокады побывать в родном Ленинграде. Я встретилась с бабуничкой, старенькой, старенькой, которая пережила всю блокаду. И первый вопрос был, бабуничка, а где вы брали силы? Голодные, холодные, опухшие. А вы работали не только на производство, в школах, но и занимались общественной работой. И этот старый человек мне сказал, первое, что сказал, любовь к родине, любовь к своему городу, вера в то, что нас сломить, поставить на колени, невозможно, это сказал старый человек. А еще, а еще зло. Говорю, ну кого? А ты ведь знаешь, немцы в течение дня по несколько раз обращались к ленинградцам, призывали ленинградцы, вставайте на колени, просите прощения у фюрера, может быть, он вас простит, а иначе мы ваш город сотрем с лица земли. И такое, говорит, зло закипало. Это я-то должна просить прощения у фюрера. За что? За то, что его солдаты топчутся под ленинградом и не могут в город войти. И не войдут. Мы не пустим их. Или за то, что мой единственный сын умер, и как тысячи других умерших ленинградцев лежит во дворе в штабеле среди мертвых, а я не могу его похоронить. Или за то, что мне 30 нет, а я уже вдова. И такое зло закипало. Я сползала с кровати, обматывала ноги теплыми тряпками, привязывала галоши, обувь никакая не везла, и карабкалась на крышу к своему отряду, где дежурили семиклассники, спасали дом от зажигалок. К молодежи обращаюсь. Будьте достойны своих дедов, прадедов. Любите Родину так же, как они любили ее, и как любим мы ее. Будьте здоровы. Дорогие друзья, в нашем зале находится писатель, крей-век Антонов Игорь Павлович. Я приглашаю сюда вас на сцену. Прошу. Я несколько слов все-таки скажу, перед тем, как тут очень интересную функцию выполнить. Ну, недавно губернатор меня, но еще там писателя пригласил к себе, и дал старт подготовки к столетию Ивановской области. Мы выполнили его поручение, так вот просто перед Ираном могу сказать, объехали все районы, более двухсот выступлений, только вчера из Савинского района приехали. Вот. И несколько слов, я хочу сказать, вот когда мы рассказываем людям, несколько слов и вам, фронтовикам, хочу сказать о войне, что мы рассказываем. О войне несколько просто эпизодов. Первый эпизод, то, что мы первый год войны приняли, только Иванова принял, 355 тысяч беженцев, из них 122 тысячи детей. И еще-то хочу сказать, что мы, Иванова, делали самое грозное оружие, только не дар, вот буквально в прошлом году, в этом году мы узнали, а то секрет был. Мы делали Катюши. Город Иванова делал Катюши, отправляли на фронт. Понимаете? Это огромное, я считаю, событие. Как-то все в секрете было. И еще можно много тут говорить, о многом рассказывать. Нас очень неплохо принимали, и еще очень много приглашений, и мы у них выступать. И не только выступаем, но, в общем, и делаем, чтобы этих людей не забыли, фронтовиков. Ну, знаете, в миральную доску я повесил Устиному, Дмитрию Федоровичу, маршалу Советского Союза. Памятник ленинградцам тоже мы с Сайкиным сделали. Нам, знаете, тоже, дети Ленинграда. Ну, и еще целый ряд миральных досок только в прошлом году мы повесили. Ну, сегодня я вышел на сцену для чего? Для того, чтобы вручить награду очень интересному очень человеку. Знаете, у нас, вот мне приходится много встречаться с людьми, писать. Ну, вы знаете, я только в последнее время издал несколько альбомов книг. Это «Их ходит прекрасный свят. След непобедимых». Сейчас я закончил книгу к 100-летию Ивановской области. 100 лучших людей области к 100-летию. И к 300-летию полиции огромный труд вот должен выйти в этом году. И вот когда встречаются с людьми, вы знаете, столько словословий, столько вещаний, ну, проходит время, а все стоит на месте. Но у нас есть люди, которые сказали слово и его выполняют. Это вот один из таких людей, это Лопатин Николай Игоревич. И вот я как председатель общественного совета при МВД районов города Иваново ходатайствовал перед высшестоящими организациями, чтобы этого человека наградить очень интересной медалью. Очень интересной медалью. Я хочу это обязанность выполнить. Медаль генерал Ермолаев за безуслечную службу. Ермолаев, извините, я что, вот, за безуслечную службу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Время не властно над памятью жизни Сын не забудет родного отца И сыновей не забудет отчизна Смелых и мужественных до конца Годы застыли на карауле у обелисков У братских могил Время на жизни бронзой плеснуло И подвиг героя в бронзе застыл В минуте молчания застыли столетия Народу героя слава Павшим за радость и счастье планеты Слава, вечная слава Объявляется в минуту молчания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...